Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о словах Христа, которые вызывают недоумение. Он говорит о притчах. Притчи рассказываются для того, чтобы люди внешние не покаялись, не обратились и не были прощены. И нам кажется это очень странным, если мы понимаем эти слова буквально. В Евангелии от Марка рассказывается о том, что в какой-то момент вечером, когда Христос остается один, к нему приближаются его ближайшие спутники вместе с двенадцатью апостолами, близкие друзья, и спрашивают его о притчах. Они спрашивают, почему ты говоришь притчами? И Иисус отвечает, вам открыта тайна Царства Божия, вам дано знать тайну, а другим, внешним, чужим, непосвященным, оно дается в притчах. Слово притч означает еще и загадка, чтобы они смотрели, но не увидели, слушали, но не поняли, чтобы они не обратились и не были прощены. Но разве Христос не пришел ради того, чтобы проповедовать Евангелие покаяния? Время исполнилось, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие, веруйте в ту весть, которую вы услышите о том, что Царство Божие уже стоит на пороге, и для того, чтобы в него войти, нужно, во-первых, услышать это приглашение, во-вторых, покаяться, тоже в нравственном смысле надеть подобающие одежды, изменить свой образ жизни для того, чтобы жизнь в этом Царстве для тебя была праздником, а не была как будто в чужом пиру похмелье, потому что человек, который входит на брачный пир в непраздничных одеждах с омраченным умом, он и себе не дает праздника, и другими его портит. Поэтому покаяние – это то, что пришел проповедовать Христос как необходимый элемент и условие того, чтобы войти в Царство Божие. И здесь вдруг говорится, что притчи рассказываются ради того, чтобы именно этого не произошло, чтобы и не покаялись, и не получили прощения. Что такое притча? Притча, как вы знаете, это небольшой рассказ, небольшая зарисовка из сцен повседневной жизни. Речь всегда идет о каких-то понятных всем бытовых реальностях, о самом обыденном. И в устах Христа эти притчи превращаются еще в поэтический рассказ. И в литературе мудрости – это лучший жанр, лучшее средство донести какое-то важное учение. Для того, чтобы понять мудрость, постичь ее, не помогут учебники, не помогут какие-то абстрактные силогизмы, логика. Мудрость постигается только образом жизни. И поэтому притча – это такой особый жанр, помимо того, что это загадка, на которую нет отгадки. Именно поэтому Христос очень часто говорит, имеющий уши дослышит, но в действительности никто не слышит, никто до конца не разумеет, потому что притча всегда остается тайной, не разгаданной до конца. Мы понимаем ее всегда лишь отчасти. И другой очень важный аспект притчи, который делает ее очень эффективной в плане педагогики, божественной педагогики. Один автор называет притчу Бигфортовым шнуром. Действительно, рассказывается какая-то невинная история из повседневной жизни, но вдруг у слушателей возникает какая-то странная реакция, некоторые рвут на себе одежды. Это означает, что внутри них что-то взорвалось, и действительно, как будто какой-то шнур, фитиль подожгли, и это произвело взрыв. Действительно, в каждой притче есть какая-то весть, которая никого не оставляет равнодушным. Одних она преисполняет радость, веселье, эйфории, других она провоцирует, омрачает и ожесточает еще больше. И не только верующие люди, но и вообще любой человек хотя бы раз в жизни что-то слышал о притче Христа. Например, притчу о блудном сыне или милосердном саморенении. Многие выражения Христа становятся устойчивыми выражениями, фразеологизмами, действительно, становятся притчей во языцах и в наших культурах. Итак, Христос говорит, что слова, обращенные им даже к самым близким ученикам, к своей общине, очень часто оказываются неуслышанными. И фактически Он констатирует реальность, которая и нас тоже очень часто возмущает. Разве вам приходилось столкнуться с ситуацией, когда самые близкие люди вас отчаянно не понимают? Вы изо всех сил стараетесь донести нечто, что для вас очень важно, очень дорого, ради чего вы готовы жить и умереть, и вы вдруг сталкиваетесь с холодным непониманием и с ожесточением. Конечно, еще неприятнее, когда наши добрые намерения или какие-то добрые дела, наша добрая воля встречает ослабление со стороны людей. Мы с этим сталкиваемся на каждом шагу. И это всегда нас ранит, возмущает. С этим сталкивался Христос. Но что делать? Просто сказать, Бог терпел и нам, велел, терпи, проглатывай это как есть? Нет. Ничего не нужно проглатывать, все нужно понять. И вот Христос нам дает свою мудрость, как это понять. Мы видим, что в Евангелии вначале Христос пользуется невероятным успехом. За ним идут толпы людей, и мы можем почувствовать атмосферу радости, ликования, которая царит в этом окружении, в этой толпе. Потому что никто не говорил, как он, никто не говорил, как власть имеющий. Никто никогда не видел столь харизматичного человека, чьи слова наполнены таинственной силой. И более того, чья жизнь и чей образ настолько гармонично соответствуют его учению. Он говорит о нищете, и вдруг ты видишь перед собой странного и странствующего проповедника, который по-настоящему счастлив именно потому, что он беден. И такой момент, когда слово и дело не расходятся, очень редкий момент в истории. Но постепенно мы видим, как энтузиазм толпы охладевает, появляется недоверие, религиозные лидеры сеют смущение среди людей. И постепенно Христос остается один. Даже его близкие ученики бросают его одного в тот момент, когда он будет казнен. Что еще вызывает недоверие и недоумение толпы? Это, конечно, то, что Христос окружен очень странными людьми. Вокруг него можно увидеть мытарей, то есть сборщиков налогов в пользу оккупантов. Можно видеть блудниц, можно видеть прокаженных, больных, которые не имеют права находиться среди людей. Рядом с ним оказываются самаряне, чужестранцы, инородцы, язычники. Все это, конечно, оборачивается одиночеством Христа. Не все готовы принять Мессию именно в таком образе. Таким образом, действительно, его слова оборачиваются непониманием. Он старается быть как можно более открытым, насколько можно более понятным. Но все это оборачивается глухим непониманием, враждой, ожесточением сердца. И поэтому Христос фактически здесь цитирует пророка Исаию. И очень важно понимать, слышать эту музыку. Это как будто разные инструменты вступают в одном оркестре. И вот мы здесь слышим голос пророка Исаии. В шестой главе, когда Господь посылает пророка с миссией, вот этот знаменитый эпизод с огненным Серафимом, который очищает уста и сердце пророка, и Господь посылает его с вестью. «Пойди и скажи этому народу, слушать – слушайте, но не понимайте, смотреть – смотрите, но не уразумейте. Ожесточи сердце этого народа, закрой их уши, сомкни им глаза, чтобы они не смогли увидеть глазами, услышать ушами, понять сердцем, чтобы не обратились и не получили исцеление». Исцеление или прощение. Здесь, конечно, возникает какая-то непростая, парадоксальная игра предлогов и союзов. Некоторые переводы говорят не в повелительном наклонении, а констатируют факт. Они тебя не услышат, потому что их сердца ожесточились. Но здесь, в этом переводе, обнажена какая-то глубинная трагедия, как будто миссия пророка и состоит в том, чтобы другие ничего не могли не услышать, не понять, не увидеть. Настолько ожесточение, с которым он столкнется, будет окончательным, категорическим, как будто ради этого он и пришел. В действительности это очень похоже на то, как когда мы читаем о том, что Господь ожесточил сердце фараона, мы себе буквально понимаем, как вот сейчас пророк пришел для того, чтобы ожесточить сердца, как Господь ожесточил сердце фараона. Но в действительности ведь происходит нечто совершенно обратное. Фараон в своем властолюбии, в своем идолопоклонничестве, в своем почитании самого себя как Богом идет настолько глубоко, что его сердце превращается в камень, как будто Господь его сердце превратил в камень. Поэтому то, что нам кажется, является следствием действия Бога, в действительности следствие нашей внутренней жестокости и ожесточения, это дверь, которая закрыта изнутри, и ключ у нас, и никто ее не сможет открыть, кроме нас. И для того, чтобы достучаться до нашего сердца, Господь произносит такие странные парадоксальные слова, как Бигфортов шнур, для того, чтобы внутри нас что-то взорвалось, проснулось, для того, чтобы наша ожесточенность и наша глухота вдруг смогли бы исчезнуть, для того, чтобы мы по-настоящему услышали. Поэтому это пророчество Исаии еще несколько раз встречается в книгах Нового Завета. И вот цитирует апостол Петр в книге Деяний, несколько раз на эти слова намекает апостол Павел, потому что он точно так же сталкивается в своей миссии, как и каждый из нас в своей миссии сталкивается с глухим непониманием и враждой. И поэтому самое главное, Господь призывает нас быть чуткими, чтобы наше сердце было отзывчиво, чтобы наше сердце было слышащим, как сердце Самуила. И тогда Слово Божие в нашем сердце открывает большой простор, простор для свободы, простор для веры. И внешняя слабость, Слово Божие, которое ничего не может сделать с нашей глухотой, в действительности оборачивается колоссальной силой. Тот, кто всем сердцем открывается навстречу Ему, оно производит невероятные плоды. Самое главное, как говорит один святой, «В тот день, когда я позову Тебя, Сын мой, не ожесточи сердце Твоего, услышь слова премудрости Божией». И это относится к каждому слову Иисуса Христа. На портале Экзогет.ру с вами был Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.